Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем путешествие по книге Ти-Илим, 46-й псалом. Семейный такой псалом, даже более женский, чем мужской, но тем не менее очень много о нем всякого. Первое – это псалом для приобретения семейного счастья. Если вообще сделать общий вывод со всех источников, которые есть по этому псалму, то этот псалом считают для мира, покоя в доме, покоя в семье. И все абсолютно сходятся во мнении, что он помогает обрести семейное счастье. Но самое главное – это то, что мысль, которая в нем идет – это вера. Если ты веришь, уповаешь на Бога, то все решится и получится в любой ситуации. Он особо интересен для женщин, написано, есть ли проблемы с мужем или как-то читают обязательно этот псалом. Вообще, если ты чувствуешь, что какая-то между мужем жена и жена, чувствуешь какие-то есть, уходит какая-то близость, надо прочитать псалом, взять стаканчик оливкового масла, прочитать на него этот псалом, а потом помазать руку, желательно ему. Можно и себе. Говорят, что это очень сильно помогает. В сути своей, 46-й псалом – это гимн о небесной защите, говорили мудрецы. И кроме этого, это пророчество о конце времен. Написано, затрепещет земля, поглотит там и так далее. И написано, что все народы распознают руку Бога в конце и, самое главное, сожжет он в огне колесницы. То есть, наконец, уже войны прекратятся. Написано для мужчин – тот, кто хочет полюбить свою жену, улучшить свое отношение к ней, улучшить свою привязанность. Пусть просит об этом в молитве, а потом после этого читает 46-й псалом. Это сказано в книге Шамуштигу или еще Рафа Айгайона. Вообще, написано, что супругам при неудачной жизни очень важно читать этот псалом. Лучше всего вдвоем. Кроме того, если вы хотите, чтобы вас принимали симпатии, были с вами открыты, чтобы вам помогали, прислушивались к вам, чтобы добавлять себе еще дополнительного уважения в общество, нужно каждый день читать 46-й псалом 7 раз. И написано, что тот, кто будет так делать, это вызывает большую симпатию людей, но чтобы это открылось, способность человеке, чтобы привлекать себя, надо, чтобы псалом читался каждый день и стал ежедневной практикой. Так говорят мудрецы. Что еще? Мудрецы трактуют стих, вот Тегилим, Псалма, идите, зрите, деяния Бога, который устанавливает имена на земле. В этом псалме 7-й пэрок. Всевышний устанавливает имена на земле. То есть Бог написано, что в Кабале, что при сотворении мира Бог уже постановил, сколько людей назовут риевенами, сколько там Шимонами, сколько Нахманами. И посредством имени сверху идут огромные силы, мы просто не всегда это знаем. Имя человека – это непростая вещь. И Балшентов сказал, что имя человека таит в себе великие тайны. И вообще написано, что человек должен вдуматься в свое имя, в сущность этого имени, потому что имя – это корень его души. У каждого человека есть корень души, соответствующего имени. И надо, чтобы человек знал, какие праведники назывались таким именем, чтобы понять это. Вся жизненность человека написана в толковании, кстати, к этому псалму – это его имя. Написано в Кабале, что когда человек приходит в следующий мир через 120 лет, его спрашивают, как тебя зовут? Что за странный вопрос? Ему зададут вопрос, почему ты не жил в соответствии с твоим именем? То есть то, что не положено тебе было, там не было сил на это, не было энергии, с тебя за это не спросят. А вот то, что положено было для твоего имени, ты не сделал? Жил ли ты в соответствии с именем, достигли вот совершенства в отношении своего имени? Это спрашивается у человека. Ну и наконец, это пророчество о том, что после прихода Машеха войны прекратятся, и дай Бог, чтобы это произошло быстрее в наши дни. Брахава и Афлаха.